Масштабный брифинг, посвященный вопросам профилактики преступности среди несовершеннолетних, собрал в одном месте правоохранителей и представителей СМИ для того, чтобы общими усилиями сделать детство безопасным, а значит счастливым. На повестке дня у представителей власти неизменно остается тема правонарушений в подростковой среде, и если по итогам летнего сезона их количество снизилось, то сентябрьский месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отличился и вырос на четыре преступления. Наиболее распространенным видом преступной деятельности подростков по-прежнему является кража. Практически 40% от общего числа совершенных преступлений это именно кражи имущества. Второе место в так называемом антирейтинге занимают уголовно-наказуемые хулиганства, ну и замыкают эту тройку лидеров мошеннических действий, с учетом того, что это в принципе на сегодня самый распространенный вид преступной деятельности. За пределами, скажем так, тройки лидеров у нас остались уголовно-наказуемые деяния, связанные с распространением наркотиков с участием несовершеннолетних. Очень актуальна проблема совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом платежных средств, средств платежа. В том числе активно в преступной деятельности тут участвуют несовершеннолетние. Зачастую не совсем осознанно, потому что предполагают, что имеющаяся у них банковская карточка принадлежат им и они могут ей пользоваться как угодно. Но тем не менее имеют место факты, когда они перепродают эти карточки третьим лицам и в дальнейшем они используются уже для вывода преступно заработанных денежных средств через их банковские карточки злоумышленников. В большинстве своем все подростковые преступления совершаются по незнанию или железобетонной убежденности несовершеннолетнего, что все обязательно обойдется. Но каждое действие имеет свои последствия, о которых неоднократно говорят представители закона, предупреждая и префлактируя. Но, к сожалению, на словах понимают не все. И красноречивее всего цифры статистики. За 9 месяцев 2024 года по направлению деятельности наркоконтроля было выявлено 297 преступлений, задержано 84 наркозбытчика, 9 из них несовершеннолетние. Проводилось огромное количество мероприятий, в ходе которых разъяснялись те последствия, которые могут наступить при совершении данных деяний. Применялись различные формы, конечно же. Сначала начиналось с обычных выступлений в школах. В последующем начали вовлекаться в данную деятельность активно родители. Проводится общешкольные родительские собрания, на которых и родителям уже разъяснялось, на что надо обращать внимание, на какое поведение, на какие приложения установлены в мобильных телефонах даже детей. То есть были конкретные слайды, показаны, в каких случаях необходимо обратить внимание, если в телефоне ребенка установлены те или иные приложения. Также это сейчас разъясняется. В последующем, конечно же, человеческий фактор такой, что человек привыкает к тому, что ему постоянно доносят эту информацию. Поэтому применяются с каждым годом все новые и новые формы. В последнее время стало актуальным это, когда избирается мера пресечения к данному лицу в присутствии данного учебного коллектива. На брифинге говорили о преступлениях против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, которые совершаются как в онлайн пространстве, так и офлайн. Делили внимание и дорожной безопасности. Ведь с начала текущего года произошло 56 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 4 ребенка погибли, 59 получили травмы различной степени тяжести. Увы, но у нас значительно возросло количество дорожно-транспортных происшествий по вине несовершеннолетних водителей. Так, у нас произошло 12 ДТП, что на 10 случаев больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в результате которых одна несовершеннолетняя погибла и 14 детей получили травмы различной степени тяжести. Здесь также отмечу, что один ребенок управлял транспортным средством, находясь еще и в состоянии алкогольного опьянения. В 8 из этих 12 ДТП дети не имели права управления транспортными средствами. И, к сожалению, зачастую пособниками в совершении данных правонарушений в этой области, а также о совершении дорожно-транспортных происшествий являются именно родители, которые или собственноручно дают ключи от транспортных средств своим детям или же обучают сначала детей, когда находятся рядом. Ну а потом, конечно же, у детей появляется интерес управлять транспортным средством самостоятельно. Да, статистика неутешительна. Главное, что за всеми этими цифрами стоят судьбы детей, которые одним необдуманным действием могут легко перечеркнуть свою будущую счастливую историю. А потому так важно, чтобы главные люди в жизни каждого ребенка, его родители, не оставались в стороне. Личный пример. Это, безусловно, для ребенка, его родители. Это самый главный личный пример в жизни. И именно образ и поведение родителей он потом проекцирует уже в своей взрослой жизни. Поэтому, когда, скажем так, мама или бабушка, коллеги не идут соврать, внука или дочку переводят дорогу в неустановленном месте, у него уже в детстве закладывается, ну раз мама меня за руку ведет, значит это так можно. А то, что приходил, рассказывал нам милиционер или классный руководитель, ну это значит не совсем может быть так. Общение с детьми. Грубо говоря, если есть какой-то вакуум, он чем-то обязательно заполнится. Если мы думаем, что мы дали ребенку последний айфон или какой-то планшет, но при этом в лучшем случае ему уделяем там какую-то одну минуту в день, понятно, что вот это вот отсутствие, вот этот вакуум, он заполнит двор, интернет, там друзья зачастую там не самые, скажем так, положительные. Подытожить хочется фразы американского публициста. Дети никогда не слушались взрослых, но зато всегда исправно им подражали. Так будьте же достойным примером для своих близких. Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.